Патологоанатомы. Какое самое большое открытие вы сделали в ходе процедуры вскрытия трупа? Была ассистентом при вскрытии, когда была студенткой. Пациентка около 40 лет умерла. В ее медицинской истории были записи о жалобах на боли в животе. Один доктор даже назвал ее ипохондриком, другие писали о предполагаемом синдроме тревожности. Мы вскрыли ее живот и увидели обширный рубец, ее просто съел изнутри эндометриоз. Она страдала десятилетиями, но ее так и не направили на лапароскопию. У нее был не синдром тревожности, а настоящее заболевание. Изменено, причина смерти пациентки не была связана с этой болезнью. Когда мои родители учились в медицинском, они присутствовали при вскрытии пациента, погибшего в автокатастрофе. Вскрытие показало, что он получил пулю в грудь во Вьетнаме много лет назад, но хирурги-медики не решились на проведение рискованной операции и оставили ее. В результате аварии пуля переместилась в его сердце, став причиной его смерти. Это случилось не со мной, а с доктором, с которым я когда-то работал. В студенческие годы он обычно производил вскрытие поздно ночью, многие делают это днем. Однажды он остался в лаборатории до очень позднего времени, примерно до двух ночи. Он слушал лекцию в наушниках и заметил, как рука трупа шевельнулась, дернулась. Он решил, что ему это просто показалось. Затем он увидел, как это произошло снова. Убежал в панике. Он рассказал об этом нескольким однокурсникам, но ему никто не поверил. На следующий день у них было групповое занятие в лаборатории с тем же трупом. Рука снова дернулась. Преподаватель немного покопался и выяснил, что кардиостимулятор пациента все еще был работоспособен и время от времени срабатывал, из-за чего дергалась рука трупа. Он вздохнул с облегчением, так как думал, что это зомби. Во время учебы в медицинском институте мы присутствовали при вскрытии и могли ассистировать. Одно из занятий было посвящено изучению травм головы. Для этого нужно было стучать по черепу твердым предметом, ножницами или чем-то наподобие. Гулкий звук, все нормально. Тупой звук указывает на травму. Один из студентов попробовал изучить череп и у него получился тупой звук. Судмедэксперт, который еще не успел осмотреть это тело, был очень удивлен, так как полиция не сообщила ему о травме головы. Он продолжил осматривать голову и нашел следы пулевого ранения, которое проходило через весь череп. Внезапно тело человека стало местом преступления. Судмедэксперт снова позвонил в полицию и оставил тело максимально нетронутым. Я работаю в судебной патологии. Вы были бы удивлены, если бы узнали, сколько раз я встречался со случаями, когда человек имел опасное заболевание, но оно не было диагностировано при его жизни и не являлось причиной смерти. Пожилой человек умер в больнице от пневмонии. Вскрытие показало, что у него было удлиненное сердце и парааневризм среднего размера в головном мозге. Другой мужчина лет 70 обратился в неотложку из-за боли в груди и вскоре умер. Причиной смерти стал инфаркт, но у него также был рак. Что касается менее естественных причин смерти, одному мужчине выстрелили в голову пару раз. Два явных пулевых отверстия, но полиция нашла только одну пулю. Никак не могли найти вторую пулю в его голове. Решили, что полиция не заметила ее на месте преступления. Вскрытие шло нормально, пока мы не дошли до грудной клетки. Вторая пуля находилась рядом с его легким. Оказалось, что она вошла в череп, срикошетила до шеи и дальше до груди. Это было довольно дико. Эту историю в нашем медицинском институте рассказывают каждый год. Поступило тело с пулевым ранением в грудь. Выходного отверстия не было. Место нахождения пули пытались установить во время вскрытия. Безуспешно. Затем было проведено полное сканирование. Рентген или КТ, верхней части грудной клетки, живота, таза. Никакой пули. Тут кто-то сказал, черт возьми, давайте отсканируем все тело. Так вот, пуля была обнаружена в подколенной ямке. Она прошла от сердца по артериальной системе до колена, где застряла в одном из более узких кровеносных сосудов. Я ветеринар и иногда провожу некропсию. По сути, это аутопсия животных. Один из наиболее запоминающихся случаев был связан с загадочной смертью коровы ценной породы вагю. Разведение коров вагю обходится очень дорого, на скотобойнях их продают по высокой цене. Когда мы вскрыли ее, я обнаружила металлические прутья, которые тянулись от ее желудка к ее сердцу. Это был пример того, что мы называем тяга к твердым объектам. Видимо, корове пришла в голову идея пожевать металлические прутья. Обычно рабочие ферм хорошо справляются с обязанностью беречь вредные предметы от любопытных коров, но я полагаю, время от времени случаются промахи. Это не было вскрытие, но однажды нам попался пациент, найденный в бессознательном состоянии. Команда скорой провела сердечно-легочную реанимацию. Было очевидно, что он был бездомным, судя по его внешнему виду и запаху. Его друзья сообщили, что не видели его несколько дней, пока его в конце концов не обнаружили за мусорным баком ресторана быстрого питания. Вскоре мы смогли возобновить его пульс, и когда медсестра разрезала штаны, чтобы вставить катетер, мы обнаружили причину. Он смастерил импровизированное кольцо для члена из горлышка пластиковой бутылки. Оно было слишком узким и полностью перекрыло кровообращение. Его член стал совсем черным, начался некроз. Я провел УЗИ, обнаружил, что его живот был полон жидкости, что очень плохо. Скорее всего, его мочевой пузырь лопнул из-за того, что он не мог мочиться несколько дней. Анализы показали, что он пережил септический шок и полную почечную недостаточность. Он не протянул долго после этого. Стажировка в судмедцентре. Пожилая женщина была обнаружена мертвой в своем доме. Ничего подозрительного не было обнаружено, поэтому дело передали мне. Я изъял все органы, все рассек, не обнаружил ничего примечательного. Решил совершить последний этап – перерезать картань, после чего собирался приступить к уборке и закрыть дело. Бум! В ее трахее застрял огромный кусок курицы. Умерла, подавившись ужином. Я производила вскрытие грабителя и его жертвы. Грабитель выстрелил в спину жертвы ограбления, когда он пытался уехать на мотоцикле. Позже был застрелен полицейскими при таких же обстоятельствах. Интересно то, что они оба умерли по одной и той же причине. У обоих был сломан четвертый поясничный позвонок, а аорта, основная артерия тела, рассечена на одном уровне. Я решила, что это такой явный пример мгновенной кармы. В колледже я посещал занятия по рисованию фигур, и преподаватель придерживался принципа, что невозможно нарисовать фигуру, если не знаешь, что внутри нее. Он потащил нас в анатомическую лабораторию и попросил преподавательницу анатомии показать нам два трупа, которые изучали ее студенты. Когда пришло время задавать вопросы, конечно же, кто-то спросил, находили ли вы когда-либо что-то необычное. Вот что нам рассказали. К ним поступило тело, а по юридическим причинам им обычно мало что сообщают о человеке, кроме истории болезней. Им было сообщено, что старик был своего рода рок-звездой, артистом одного хита, который вышел во времена его молодости. Их попросили проявить максимальную осторожность и, в частности, ничего не говорить студентам, которые могли узнать его. Всем студентам в лаборатории было около 20 лет, и никто не узнал его. Не знаю, узнала ли его сама преподавательница, но оказалось, что нет. О причине его смерти также не было сообщено, поэтому они решили, что эта информация не была важна, кроме его образа жизни. Он принимал наркотики, у него были проблемы с алкоголем, им также сообщили, что он любил вечеринки. Круто. Село было с жестким стояком все это время. Преподавательница не обратила на это особого внимания, кроме того, что он был щедро одарен природой, поэтому все решили, что это не было важно для их исследования. Таким образом, они произвели общее вскрытие, как обычно. Один студент решил проявить лишнюю инициативу. Преподавательница согласилась на то, чтобы он вскрыл член, выяснил причину эрекции и записал это в отчете. Видимо, обычно на этом занятии они не занимались членами и не трогали их. И если бы не этот студент, то причина эрекции так и осталась бы загадкой. Студент обнаружил настоящий стержень, который мужчине вставили во время нелегальной операции. По крайней мере, записи они в его книжке не было. Это было сделано, чтобы у него всегда была эрекция, чтобы он мог заниматься этим под кайфом. Они подозревали, что это было сделано за 30-40 лет до его смерти. Они удалили стержень и сохранили в своей лаборатории, видимо, чтобы показывать своим студентам на занятиях, посвященных нелегальным хирургическим операциям. В любом случае, возможно, это был самый интересный случай на наших занятиях по рисованию фигур. Некоторое время я работал в лаборатории судмедэксперта, и однажды к нам поступил парень, предположительно умерший от передоза. Когда мы начали вскрытие, и я разрезал его легкие, из них начала выходить готовая смесь для черничного маффина. Она также нашлась в его горле. Оказалось, он подавился смесью для выпечки и умер. Я учусь на подготовительном факультете медицинского, и однажды во время занятия с судебным патологоанатомом за три дня до Рождества он проводил вскрытие жертв аварии с участием автомобиля и пешехода. Лицо мужчины было полностью раздавлено. Когда патологоанатом брал образцы мозга, он разрезал кожу, натянул ее на лицо и отрезал верхнюю часть черепа. Когда он это сделал, он увидел, что череп был практически раздроблен, а костные фрагменты отодвинуты вместе с кожей. Когда он отрезал черепную крышку, мозг был явно поврежден, и глазные яблоки были отодвинуты назад и выпали через орбиты в полость черепа. У парня также было 10 тысяч долларов наличными в карманах джинсов. По данным полиции, у него была судимость за наркотики, так что, скорее всего, либо сделка с наркотиками была сорвана, либо он сел за руль в нетрезвом виде и наехал на пешехода. Пару лет назад, когда я проходил интернатуру, к нам поступил 40-летний мужчина, который внезапно потерял сознание, когда пил с друзьями. Он поступил уже без сознания, из его рта шла кровь, он не дышал, поэтому нам пришлось его интубировать. По какой-то причине эндотрахеальная трубка, жесткая трубка, которую помещают в трахею, чтобы помочь пациенту дышать. Не вошла, но нам удалось высосать большое количество сгустков крови. После сердечно-легочной реанимации, интубацию все еще не удалось провести, поэтому мы были вынуждены надеть на него маску, пациент был объявлен мертвым. Был диагностирован разрыв аневризмы брюшной аорты. Во время вскрытия выяснилось, что в парня, по всей видимости, стреляли из пистолета, попав в его макушку. Входная рана была закрыта его волосами, кроветворения почти не было. И пуля каким-то образом прошла через заднюю часть горла мужчины и проделала отверстия за основанием языка, поэтому у нас не получалось вставить эндотрахеальную трубку. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые супер интересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры, а также дополнительные острые выпуски, которые не попали на ютуб из-за цензуры площадки. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео.